Привет. Я Алексей Лукьянов. И в этом видео я расскажу о пяти упражнениях, которые помогут восстановить и улучшить зрение в домашних условиях. Так получилось, что в 13 лет у меня развилась близорукость. Я видел лишь первые два ряда в этой таблице. Мне приходилось натягивать глаз, чтобы разглядеть, что там пишет учитель на доске. Как исправить близорукость? В 92 году интернета еще не было и я пошел к врачу. И первое, что он мне сказал – забудь про очки. Потому что каждые полгода тебе придется их менять из-за того, что твои глаза будут все хуже видеть. И очень скоро тебя ждут большие лупни и сильная близорукость. Примерно так он мне и показал. Второе, что он мне сказал – ты можешь восстановить зрение и без очков, если будешь три раза в день по 10 минут делать простые упражнения в течение полгода. Далее простым языком он мне объяснил, что нашими глазами управляют такие же мышцы, как на руках и ногах. И плохое зрение – это результат их недоразвития. После этого он дал мне комплекс упражнений, которые я честно делал три раза в день – утром, днем и вечером в течение полугода. И мое зрение улучшилось на 5-6 пунктов на каждый глаз. Я сейчас покажу вам эти упражнения, они достаточно просты и вы даже можете придумывать их сами. Итак, первое упражнение – вытягивайте любую руку вперед, находите на пальце точку, куда вы будете смотреть, к примеру, это область ногтя. Сосредотачиваете взгляд на ногти и начинаете водить рукой вправо-влево. Головой, соответственно, вы не двигаете, следите за пальцем только глазами, чтобы у вас напрягались глаза, а не мышцы шеи. То есть можно водить вправо-влево, вверх-вниз. Заводите палец до того момента, когда вы перестаете его уже видеть. То есть как перестали видеть, начинайте обратное движение. Двигаете пальцем достаточно медленно, то есть не надо делать таких вот быстрых движений. Плавные, медленные движения. Второе упражнение – подойдите к окну и выберите три неподвижных объекта на разных расстояниях. К примеру, это может быть ваш палец, дерево и облако. И затем попеременно переводите свой взгляд с пальца на дерево, с дерева на облако и так в обратном порядке. Третье упражнение – слегка разотрите руки, потом закройте глаза, поднесите руки-глаза и надавите секунды на две. Потом отпустите, поморгайте и опять надавили на две секунды, отпустили. Так где-нибудь в течение минуты делайте. Четвертое упражнение – это круговые движения глаз по часовой и против часовой стрелки. То есть вращаете медленно, обозревая все объекты, которые вы можете увидеть на периметре. То есть ваша задача – медленно вращать глаза в одну, потом в другую сторону. Еще раз напоминаю, что голова у вас не двигается, двигаются только глаза. И пятое упражнение – опять же вытягиваете руку, смотрите на ноготь и приближаете его к переносице. Максимально близко, потом отдаляете. То есть опять же делаете все медленно, плавно, спешить здесь некуда. Думаю, вы уловили смысл. Задача сделать так, чтобы глаза тренировались на разных расстояниях, двигались с разной скоростью и смотрели в разные стороны. Вы можете сами придумывать упражнения, либо погуглить и найти еще пару десятков таких же упражнений. Также есть вот такой сервис для тренировки глаз. Я им не пользовался, но думаю разберетесь. Но самое главное – делать эти упражнения нужно 3 раза в день, каждый день в течение полгода. Тогда эффект точно будет. Залог успеха – каждодневная работа в течение длительного времени. Если это не для вас – слушайте продолжение моей истории. Так вот, как только зрение мое приблизилось к единице, я перестал это делать. Лень победила и зрение стало опять ухудшаться. Все это привело к тому, что в 2003 году я сделал себе лазерную коррекцию зрения. Сразу хочу сказать – делайте в нормальном месте и не гонитесь за дешевой ценой. Глаза не зубы, новый не вставишь. Мы хотели делать с другом вместе, но ему отказали и сказали, что если бы он сделал, то глаз мог бы просто лопнуть. Но в более дешевой клинике ему с радостью согласились все сделать. Я делал операцию в клинике Федорова в Санкт-Петербурге. Отдал на тот момент за оба глаза где-то 25 тысяч рублей. И после этого мне дали карточку постоянного клиента, но я до с тех пор ей так и не воспользовался. С тех пор прошло более 13 лет. После операции мое зрение сразу стало единицу и с тех пор ухудшилось где-то на одну-две единицы всего лишь. Хотя я постоянно сижу за компьютером по несколько часов в день и активно занимаюсь спортом, бегаю, марафоны к примеру. Что выбирать, упражнение или операцию решайте сами. Но в любом случае естественный способ восстановления зрения будет лучше. Что еще может вам помочь? Вот продукты, которые способствуют улучшению зрения. Также для профилактики и поддержания зрения используйте эти рекомендации. Они помогут поддерживать ваши глаза в форме. На этом все. Понравилось – ставь лайк и делись с друзьями. А также подписывайся на мой канал, чтобы получать новое видео о саморазвитии каждую неделю.